ну что ж уважаемые дамы и господа пришло время встретиться с человеком который ведет очень не только не просто интересную не только интересную но духовно познавательную программу которая вам дает возможность получить информацию которую вряд ли вы где-нибудь еще получите кроме как не от нашей ведущей нины бастет программе не очевидное но вероятное здравствуйте не здравствуйте анатолий здравствуйте дорогие радиослушатели я как всегда хочу начать с того что во время моей передачи вы получаете благословление любовь и поддержку от высших сил которые посылают это через меня к вам и моя передача ни в коем случае не не связана ни с чем другим кроме как с любовью передача сегодня у нас будет очень интересно я надеюсь что вам она понравится она будет про предсказание нострадамуса и про то как это вид люди сегодня получают информацию об этом последние 30-40 лет уже почти но я хочу несколько минут занять тем что я отвечу на несколько звонков комментариев которые пришли с прошлой передачи прошлой передачи действительно была резкая и была действительно так построена специально то есть это не было ничего случайного что я сказала и не обдуманного и не обдуманного все было очень обдуманно потому что я во первых хочу вам сказать о том что когда вы получаете какую-то информацию которая вам не нравится первое что надо посмотреть почему она мне не нравится и те кто слушали внимательно всю мою передачу я объясняла что те люди которые действительно не имеют возможности дать монетку как мы говорим я просто в середине объясняла передачи объясняла как это сделать то есть как поделиться не деньгами но хорошим словом хорошими пожеланиями поддержать поддержать те тех людей те каналы те те люди которые вам их очень много я не только говорю про сегодня про мою передачу про радио вы наверняка слушаете все наши радио и все наши передачи и других людей другие youtube каналы просто поделиться своей любовью своей поддержкой и все что вам нужно сделать это подписаться на канал человека поставить лайк если вы сможете поставить комментарии это все что я хотела сказать ни в случае никаких других эмоций или пожеланий не было высказано в них никому а вот если вас это очень задело то и зацепило и значит вы должны обратить внимание на то как вы живете ничего просто так нас никогда не задевает это значит что людей которые очень сильно задела эта передача у них внутри присутствует просто элементарная жадность а жадность это как вы слушали если вы слушали передачу до того то это эмоция которая очень нехорошая для нашей жизни потому что жадный человек не может не только деньгами пойми поделиться он не может поделиться эмоциями он не может поделиться любовью он не может проявить свои чувства то есть это жадность может быть даже нет эмоциями положить положительными потому что у людей есть эмоции которые вот и ничем не ждите мы знаем о чем мы говорим потому что человек который позвонил одна из радиослушательниц которая позвонила и которая в принципе очень сильно возмущалась это тоже эмоция но это абсолютно неположительную то есть человек получил века на самом деле возник страх страх потому что рак решили что я не послали что-то не то да и обидор обзор человек верит в энергию правильно раз она подумала что ей при этом не желая от меня обмениваться положительными энергии а только посылая негатив но посылая негатив мы получаем негатив поэтому я кстати хочу напомнить о том что жадность связана с проблемами желудочно-кишечного тракта особенно толстого кишечника поэтому если действительно вас это зацепило начните просто сначала делать то что я рекомендовала в любом направлении не хотите нам делать лайки ставьте кому угодно другому поддержите кого-то я не знаю если вы хотите в жизни получить любовь подарите любовь если вы хотите получить деньги поделитесь деньгами то есть чтобы вам не нужно было получить первое вы должны отдать это то что я хотела сказать по поводу прошлой ситуации если кого-то это обидело то извините пожалуйста это я не имею ввиду что извините меня Я имею в виду, извините сами себя и начните работать над собой. Это всё. Итак, про Нострадамуса. Я, на самом деле, собиралась продолжать такие серьёзные передачи. И вдруг на фоне серьёзных передач, на фоне того, что я занимаюсь регрессиями в прошлой жизни, я попала на очень интересную женщину, которая занимается регрессиями в прошлой жизни, начиная с 60-х годов. Она была одна из первых, и зовут её Долорес Кеннон. И эта женщина написала книги, которые называются «Разговоры с Нострадамусом». И у неё ещё есть много книг. Но, тем не менее, когда я начала слушать, это мне очень понравилось. И я подумала, что это та тема про Нострадамуса, которую большинству наших радиослушателей слышали. О том, что был такой человек, который делал страшные предсказания, страшные, по-настоящему страшные. Но люди с давних времён пытаются заглянуть в будущее. И всю нашу жизнь мы… Вся история человечества насыщена всякими родами оракулами, чародеями, шаманами, ясновидящимися. Почему же мы хотим всё-таки узнать о своём будущем? И вот представьте себе, что наше будущее известно. Может, всё-таки есть надежда на то, что мы хотим узнать, для того, чтобы его изменить? Если это то, как мы хотим смотреть на будущее, на предсказание будущего, то это правильный подход к этому. Нострадамус, я расскажу, кто он такой был, но я немножко сначала сделаю вступление, да, он верил в теорию вероятного будущего, то есть будущего, которое можно изменить своим поведением, своими мыслями и так далее. Он верил в параллельность миров, в том, что существуют связи между различными направлениями времени. Он также верил, что у человека были знания, если бы они у него были, и он бы смог проследить за определённой веткой своего будущего, то он бы мог предотвратить пока не поздно надвигающуюся беду. Именно поэтому многие из его предсказаний, которые удалось расшифровать, насыщены картинами ужасов. Просто ужасов люди боятся. И вместе с тем он тоже пытается вселить в нас надежду, говоря, что если я вам покажу самые ужасные вещи, которые человечество нарушено, обрушить на свою голову, попытаетесь ли вы изменить что-либо. То есть предсказания Нострадамуса, насколько они были страшны, они всё-таки пытаются дать человечеству шанс жить, продолжать жить, рассказав, что если мы не изменимся, что будет самым худшим. Его предсказания были записаны в виде поэтических четверостишей, которые называются катренами, их почти тысяча, там 900 с чем-то. По его замыслу, каждое четверостишье должно было ассоциироваться с предсказаниями определённого события, как мы сейчас узнали, что даже нескольких иногда. И у него очень сложный стиль, это написано на старо-французском языке, плюс он пользуется анаграммами, символизмом, игрой слов. И анаграмма – это слово, которое может трансформироваться в другое слово посредством изменения порядка букв, добавления букв и так далее. То есть очень тяжело было расшифровать, и расшифровок имеется очень большое количество. Но я вам расскажу дальше, что… То есть некоторые даже говорят, его расшифровать невозможно. Ты мне скажи, это расшифровки или это интерпретация? Почему? Потому что это две большие разницы. Вот раньше это нет расшифровки. Пытались расшифровать. То есть все годы, все вот с 1600 какого-то года пытаются расшифровать, что же он предсказывал. И вот я вот расскажу всё-таки про эту женщину, которая всё-таки… У нас есть звонок, может, примем? Ну, примем, давайте. Давай попробуем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, выключите ваше радио, говорите. Да, я не в него за радио. У меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы верите в всякие приметы? Конечно, верим. У нас даже передача была об этом. О, теперь у меня к вам такой вопрос. Месяц тому назад у меня случилось такое дело. Я разбил случайно хрустальную вазу с конфетами. Через две недели история повторилась. Вторая ваза с ручкой. Я нёс эту вазочку с конфетами, и у меня ручка осталась в руках и тоже отвалилась и разбилась. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? Могу, перестаньте кушать сладкое. А вам отдать, да? С удовольствием и принимаем сладкое. Это уже от вас зависит. Вы знаете, на самом человеке... Ну, каждого человека на знаки есть своя... Это не сегодняшняя программа, но, тем не менее, на знаки нужно реагировать. И вы должны сами знать, что означают знаки. Например, у меня есть такой очень интересный знак. Я перед тем, как переезжать в новый дом, у меня бьются абсолютно все стаканы. То есть один за одним. Когда начинают биться стаканы, я знаю, что скоро я перееду куда-то. Поэтому, что для вас означает эта вазочка? Я не знаю, может, пора расстаться с прошлым? Может. Может, эти вазочки были, я не знаю, когда куплены, кем были подарены? То есть вам нужно проанализировать именно эту ситуацию. А может, проверить? Да, были подарены, обе были подарены. Одним и тем же человеком или не одним и тем же человеком? Вот это я не помню, но точно знаю, что подарили. Ну, во-первых, подумайте, кем были подарены, какие у вас отношения с этим человеком, что происходит с этим человеком. Может быть, это знак, что ему плохо, если это где-то далеко может быть это знак что ему нужна помощь может быть это знак что вам пора расстаться с этим человеком это все ваше подсознание должно вам знать дать знать поэтому просто задайте своему подсознанию знак вопрос когда вы идете спать скажите что вы когда проснетесь вы будете знать ответ и помнить что вам сказала ваше подсознание во сне не может вам это поможет но по крайней мере пока вы не разберетесь с этим не ложите больше конфеты в вазочке вам скажу откровенно в самом начале когда вы начинали я скептически это слушал а теперь я это внимательно даже знаю кто вы я по голосу пытаюсь узнать спасибо вам огромное за то что вы все-таки это воспринимаете таким образом спасибо будьте здоровы вернемся к нострадамус а если те кто не знает кто такой нострадамус то нострадамус это французский астролог врач фармацевт алхимик предсказатель лишь личный медик короля карла девятого луа мишель де нострадамус который родился в 1503 году во французском городе семья мальчика принадлежала к древнему еврейском еврейскому роду сефардов который переселился с перенейского полуострова во францию но для того чтобы в 15 веке не быть изгнанным из страны деду пришлось стать перекреститься и стать принял крещение с именем пьер де нострадам 1518 году в 1500 и 16 начало 16 века до становится студентом университета где изучает грамматику риторику философию и логику то есть очень образованный умный человек 1525 году поступает еще раз другой университет где изучает медицинную фармацевтику знакомиться с интересным с франсуара вле помните такого то человека до который написал труд гонгра тюа де пан панте груэль да и прочитав роман мишель пророчит ему мировую славу то что и сбылось когда-то да в 1545 году в марселе и и эксе была борьба с легочной чумой и нострадамус верни до этого года еще нострадамус начал лечить чуму и на самом деле как он начал лечить он начал заставил людей мыться мыть продукты которые они кушают то есть чистое соблюдение гигиены так как это помогло то об его обвинили чуть ли не в колдовстве поэтому пришлось уехать но он потом вернулся и в 1545 году опять была легочная чума и он решает все-таки еще раз помочь в качестве лекаря предлагает профилактическое средство в виде определенного сбора лечебный краф который нужно было держать просто во рту и чума отступает то есть он и у его в этот раз уже признают и не пытай не пытаются в этот момент записать его в ответе реки и он даже записывает в книге по медицине которая называется универсальное лекарство от чумы которая вышла в 1561 году авторству нострадамуса интересно да приписывают изобретение противооспенной прививки которые он предложил тогда использовать но естественно никто его не послушался и только 200 лет спустя мы начали делать противоосповую прививку также к его достижениям относится открытие двух кругов кровообращения у человека то есть тоже он об этом говорил и умер он в 1566 году возрасте 63 лет это как бы его краткая биография если кто-то не знал кто такой нострадамус он сделал тысячи предсказаний опять же около тысячи которые которые шифровал таких четырех четырех стишях и которые пытаются люди очень сильно расшифровать первые упоминания он уже собственную биографию тоже писал он делает в кулинарных книгах как приготовить варелье различных сортов из меда сахара и вина которая вышла в 55 1555 году и там же он как раз описывает и свои медицинские рецепты и так далее но как бы он пытался скрыться от от инквизиции потому что тогда его вы просто сожгли перу нострадамуса принадлежит книга толкования снов которая до сих пор мы все пытаются пользуется прямо сейчас то есть считайте сколько уже лет 400 400 до больше основные труды его были астрологический альманах и центурии которые вот у нас еще там несколько которые ну короче около тысячи тысячи предсказаний он что произошло он придва прижив приехав в париж мишель сразу же покидает столицу переезжая в другой город затем в италию в 58 году делает пророчество в котором указывает на ближайшую смерть короля генриха 2 от ранения в поединке через год его предупреждение сбывается с мишелем встречается покойная сестра сестра покойного короля екатерина медичи и в 56 561 году берет предсказателя под домашний арест сначала для того чтобы он описал будущее ее супруга карла 9 после полученного предсказания он становится придворным медиком и астрологом то есть он медичи стал да вот астрологом за это время он уже в принципе создал книгу куда вошло 960 942 катрена которые вот эти состояли из предсказаний и загадок и так а в 1900 60-х годах долорес кеннон через 400 лет через это время уже было очень много расшифровок очень много расшифровок и предсказывали они страшное будущее какие-то из расшифровок людям удалось потом найти что произошло какие-то нет и это очень такое это его имя стало у нас настолько насколько популярно настолько его и страшатся и говорят его шон шарлатан то есть очень очень много разного говорят о ностердамусе и вот долорес кеннон сейчас это известно это уже очень пожилая женщина она в 60-х годах вместе с мужем жила на военной базе муж который у него у нее был на военных действиях где мы там были на 60-е годы америка по виду во вьетнаме да и они с мужем делали и спроводили сессии гипноза потому что многие люди после войны вернувшиеся туда военные и те кто были на базе у них были разные дикшинс ну привычки плохие да там кто кушал от стресса кто пагубные привычки они просто пытались помочь людям и таким способом вот в один прекрасный день доктор привел прислал им женщину это 60-е годы прислал им женщину и говорит помогите им она там очень много кушает очень она толстая помогите может вы поможете и в этот момент когда они делали ей гипноз вдруг произошло что-то странное эта женщина попадает в прошлую жизнь и видит себя там в чикаго в двадцатые годы в мафии где-то мужчина естественно и они вообще сначала не поняли что происходит потому что тогда еще не было такого понятия как регрессия в прошлой жизни особенно в нашем западном мире никто вообще не знал мы знаете да что все наши религии как бы понятие о реинкарнации убрали со всех религий и поэтому это вообще считалось непонятно чем и говорили что вообще это там все идет от дьявола и так далее и она эту женщину провела в пять жизней люди на базе все приходили никто не знал кто это но рассказы все слушали всем было интересно и во время того как она сделала эти пять жизней она также ее спросила чтобы она пошла в будущее посмотрела где они будут жить и женщина посмотрела будущее и сказал ну она эта женщина ничего не помнила когда она оставала то есть потому что тогда они это делали гипнотическим способом и она сказал рассказала где они будут жить с внуками правнуками ровно через месяц муж долорес попадает сильнейшую аварию его буквально вырезают из-под машины он возвращался на базу и все пророчат смерть и долорес единственное кто помнит предсказание той женщины которая видела их в другой жизни и говорит нет он не умрет и он действительно не умер он был в коме он был лечился я честно говоря не читала все ее книжки поэтому я не знаю что с ним сейчас я понимаю что ведет похоже вообще они живут сто процентов то есть они живут вместе живут с детьми он жив здоров я не знаю здоров ли или он волчер или он все-таки на коляске но он не мид он думающий он живущий у него все в порядке ну кроме я не знаю работают ли ноги или так далее и вот в 80-х годах когда они начали это делать долорес начала ей было очень интересно и начала развивать историю смотреть в прошлые жизни и в 80-х годах к ней приходит женщина которая переехала с аляски и решила посмотреть в одну из прошлых жизней своих и попадая игов и она вдруг ей рассказывает о том что она является когда она где она была с обнамбула то есть она не помнила ничего то есть она входила в очень глубокий транс и она говорит что она является учеником нострадамуса в то время долорес вообще очень мало знала нострадамус и наверное столько же сколько мы принципе знаем ты что был такой человек что там предсказание туда-сюда книжек она его не читала всех расшифровок не читала и он короче когда она начала рассказывать то в конце концов ей говорит он хочет с вами поговорить но это уже вообще то есть ответить с этой женщиной происходят какие-то очень странные события с этой долоры с кеннон потому что этого тоже никогда не происходит в регрессиях прошлой жизни и с тех пор она женщина так испугалась что она решила вернуться в аляску и уже ничего не иметь общего с ней потому что она видела себя мужчиной помощником помощником учеником нострадамуса в то время вообще кстати никто не знал что у него были ученики и потому что она спросила а кто вы она говорит ты мужчина или женщина говорит конечно мужчина в то время вообще женщина не делала не имела образование и они все были это были очень умные студенты и делались это как будто бы учиться медицины то есть естественно это было очень секретное сообщество и когда он говорит монстрадамус ей сказал что я буду тебе все время это передавать и ты должна расшифровать мои катрены потому что они были неправильно расшифрованы а есть сейчас идет время которое вы обязаны это знать для того чтобы защитить планету и себя от неминуемой гибели и так на этой ноте мы остановимся и расскажу расскажу что же какие же были предсказания и от чего же мы должны себя защитить в следующем эпизоде оставайтесь с нами будет очень интересно ну вот дорогие дамы и господа дорогие друзья мы возвращаемся в программу нины бастет неочевидное невероятное и вот с недавних пор мы просто настаиваем на то что эта программа является духовно поучительной поэтому и познавательный поэтому слушайте вникайте может быть вам это чем-то поможет прошу не итак мы остановились мы говорили о нострадамусе о его предсказаниях и о такой уникальной женщине долорес кеннон который пришло несколько раз в жизни то есть вначале пришло регрессии прошлой жизни когда это было не было еще известно потом в другой регрессии она подключилась к нострадамусу и кстати она всегда она говорит я не медиум я не провидец я не ченнелинг то есть мне через меня ничего не идет крит я переводчик я вот мне говорит как бы я как репортер я беру интервью и его перевожу она не пропускает через себя вот эти все мысли и идеи тогда абсолютно то есть нострадамус а когда она сказала ему как же ты будешь со мной общаться он сказал что я через эту первую женщину он сказал я очень долго искал как подключиться кому-то из будущего для того чтобы предупредить о том что можно изменить что мои предсказания не сделаны для того чтобы их воспугать а сделаны для того чтобы вы изменили это будущее и когда эта женщина в коту через которые это получалось она собиралась уехать он говорит а как же ты будешь со мной кому не коммуникает если ты если эта женщина уезжает он говорит не переживай я буду приходить каждому человеку которого ты будешь делать регрессии, и сказал ей, как найти его, то есть как проверить, что конкретно она разговаривает с ним. И самый интересный факт, который он сказал, он сказал ей так, не думай, что ты разговариваешь с духом, который разговаривает с тобой из высших сфер, из мира мёртвых, да, он говорит, ты со мной разговариваешь в тот момент, когда я в 1500 каком-то году сижу в своём офисе и пишу предсказания. Если вы следуете и моим передачам, или другим каким-то духовным информацией, вы наверняка слышали о том, что времени линейного не существует, то есть в высших мирах нет такого понятия, как время. Всё время существует одновременно, прошлое, будущее и настоящее. Для облегчения нашей жизни на Земле у людей существует линейное понимание времени. На самом деле его не существует. Об этом, кстати, рассказывают абсолютно все люди, которые имеющие клиническую смерть. И все люди, которые знают об этом, это понимают. Ну да, они существуют в этом времени и в клинической смерти. Они видят, потому что они видят и своё прошлое, и своё будущее, и что произойдёт потом, и что сейчас. И вот это они рассказывают. Поэтому он ей сказал, ты со мной разговариваешь сейчас. Я нахожусь в 1500 каком-то году, а ты находишься в 1980 каком-то году. И мы с тобой разговариваем. Да, но у неё это происходит в виде регрессии в то время? Или это просто... Нельзя, она регрессолог. Она сидит и записывает на микрофон, что происходит. Она вводит в лёгкий транс человека, вот как я делаю. То есть когда ко мне приходит кто-то на регрессию в прошлой жизни, мне пока таких интересных ситуаций не было. Обычные интересные ситуации, ну из более простых жизней. А эта женщина уже сделала, я не знаю сколько, ты понимаешь, сколько лет уже прошло. 40 лет, да? Ну да. Делает это. И она увидела колоссальное количество уникальных вещей. Я об этом расскажу ещё потом, потому что что происходит в регрессиях. Но здесь, то есть да, она просто записывает, вот как репортер, приходящий к тебе с микрофончиком, то же самое делает эта женщина. А тот человек отвечает на вопросы. То есть, и вот Нострадамус ей сказал, что мы должны делать с тобой, перевести все мои самые важные, важные контент, вот эти предсказания. Почему? И сказал ей, что давай сконцентрируемся на ближайших 20 лет, потому что это очень важное время. И почему Нострадамус даже стал очень, я расскажу несколько предсказаний, которые он, как он стал сначала сбылись при его жизни, и как он стал очень популярным. Одно я уже рассказала, что он стал придворным, благодаря к чему он стал придворным, да, у Медича, да, там, у какого, какого, Карла IX или кого там было. Потом, и он, что был, известная история, когда Нострадамус пал на колени перед молодым францисканским монахом Филичи Пьеретти, предугадав в нем будущего папу римского. Тот, конечно, не поверил, рассмеялся и спустя 19 лет стал главой римско-католической церкви, папой римским Сикстом V. По известным, значит, очень известным сделало предсказание, касающее горля Генриха II, это вот то, о чем я говорила, но оно звучало так. Молодой лев одолеет старого на поле битвы в одиночной дуэли. Он выколет ему глаз в золотой клетке, две раны, одно. Потом умрет жесткой смертью. Это в Париже 9 июля в честь свадьбы испанского короля и дочери короля Франциска Генриха II состоялся турнир, и Генрих в позолоченном шлеме в одиночном поединке сразился с знаменитым соперником, молодым шотландским графом. Во время удара вошло в голову копье и он умер. И весь облетело Францию, и королева приказала даже разрушить этот манеж, но тем не менее, вот как мы знаем, он стал благодаря этому очень известным. Мы можем сегодня говорить точно о том, что уже сбылось. Например, бурное развитие научно-технического прогресса, изобретение автомобилей и судов, он предсказал. Например, можно так сказать, моим современникам трудно поверить в железных амфибий, морей и земли. Но эти чудовища выйдут на берег, крутая волна закипает вдали. То есть это корабли, да, он рассказывал. Другой, он рассказывал про другом, например, про подводные лодки. Гонец был подхвачен железной рыбой, способной нырять до романской земли. Война управляет сиреневой зыбью, и смерти большие ведут корабли. Также он предсказал Гитлера и предсказал о том, что Германия падет, в войне проиграет. Именно из этого было запрещено. Нострадамус был запрещен, его книги жгли в Германии. То есть пророчество было такое. У него несколько, много пророчеств по поводу Второй мировой войны. И также по поводу Первой мировой войны он тоже делал большие известные пророчества. Значит, оно звучало так. Где-то в Западной Европе ребенок родится в семье бедных людей. Он увлечет многих своими речами, а слава о нем дойдет до восточных земель. Сверепые голодные звери перейдут реки, и большая часть мира будет сражаться против Хистера. То есть он даже как бы почти назвал имя. То есть он действительно был ребенок, родился в Западной Европе у бедных родителей, и действительно это произошло. Наполеон, он говорил про Наполеона. Я не буду, может я прочиту. Прочту. По Най, мы же не знаем, насколько правильно переведены эти четверостищие, но тем не менее они действительно говорят о том, что произойдет. И действительно предсказали. То есть он сказал, здесь тяжело считать, я не буду его. Что сбылось, то что именно три города во Франции, которые он упоминает, там было больше огня, чем крови. И о том, что он говорил, о том, что Наполеон придет из скромной семьи. И там у Наполеона была проблема с Пием шестым и седьмым врагов Наполеона. То есть вот это все он предсказывал. Интересно о том, что он предсказал атомную бомбу. То есть у него есть четверостищие, которые, несколько четверостищие, одно из них звучит так. Небесная стрела протянет крыло смерти. Большое завоевание. Гордый народ будет сражен камнем, брошенным с дерева. Слухи о чем-то чудовищном, созданном человеком, приведет к истреблению. То есть это бомба на Хиросиме и Нагасаки. У него было еще одно пророчество. Там написано «камень, брошенный с дерева». Почему с дерева? Потому что он видел атомный взрыв в форме, как гриб, как дерево. То есть очень интересно. Он рассказал об убийстве Джона Кеннеди. На великого обрушится несчастье с крыши. В этом обвинят невиновного и убьют его. То есть у Джона Кеннеди с большой высоты пуля, пробившая гоногу, была опущена с крыши. Человек, который был обвинен в убийстве, не дожил даже до суда. Он был убит в то время, когда находился под стражей в полиции. И, кстати, когда он разговаривал с Долорес Кеннен, он сказал, что этот человек не убивал Кеннеди, что Кеннеди был случайно убит в перестрелке. И он об этом говорил, потому что началось это в 80-е годы. То есть это буквально еще было все живо. То есть он передавал эту информацию Долорес Кеннен. Именно вот, считай, уже в 80-е годы это началось. Да, я не помню, в каком году был Кеннеди убит? В 63-м. То есть это всего 20 лет прошло. И он говорил, теракт 11 сентября он предсказал. Да. То есть он об этом рассказывал. И типа у него было что-то такое. На 45 градусов загорится небо, пламя достигнет великого нового города, немедленно поднимется огромное пламя. Холодное и жесткое сердце принесет кровь. Не будет никакой пощады ни для кого. Если это одно из них. То есть Ностердамус предлёг гибель фашиста, фашизма, распад Советского Союза. Ностердамус, вот он в 80-е годы, я не знаю, были ли это, то есть когда расшифровали, расшифровали его вот эти предсказания Долорес, оно был, он предлёг падение Великой Стены между Германией. То есть очень много чего он говорил. Интересно, что она рассказывает, что они начали делать это в 85-м или 86-м году, начали друг с другом общаться. И она говорит, ну вот компьютеры только появились, она рассказывает, она такая уже пожилая-пожилая женщина, и рассказывает о том, как этот компьютер, как она его боялась, и как она не могла с ним общаться. И он рассказал о том, что компьютеры, ну вообще компьютеры, очень интересная вещь про компьютеры. Он ловит про Ностердамуса. Ностердамус говорил, что он не любил компьютеры, потому что он говорит, что человечество отдало очень большое власть в руки машин, когда не должно было этого делать. Но сначала он сказал, что будут компьютеры, управляемые голосом, и мы знаем, что они сейчас существуют. Терпеть это не могу. Не знаю, как это, выключить эту штуку, которая говорит там. Потом будут компьютеры, управляемые мыслью, и это уже, кстати, существует в Японии, разработки эти не просто ведутся, но такие компьютеры существуют. И это он говорил в 1900, то есть он, вернее, писал это в 1500-х годах, да? Но расшифровал это он правильно, то есть вместе с Долорой с Кеном, он расшифровал это для неё в 80-е годы, когда только компьютер, только мейнфрейм, и только ужас, это ДОС. И следующие компьютеры будут, это компьютеры, которые управляются с помощью ДНК. Ну, это уже тоже есть как бы что-то такое разработки, это нанотехнологии, да? То есть всё это уже происходит сейчас, а было рассказано в 1560-х годах и переведено. То есть Долорой с Кеном не могла врать, понимаешь? То есть то, что она написала в своих книгах, которые вышли в 80-е и 90-е годы, она не могла придумать, потому что просто это придумать было невозможно. Во-первых, это было невозможно придумать, во-вторых, кто вообще понимал, что такое ДНК в 1560-м году, да? Да. И, кстати, про компьютеры очень интересно. Она об этом написала, я не знаю, по-моему, ей не говорил об этом сам Нострадамус, но во время того, как её книжки вышли, ей же много очень людей пишут и всё, и ей пришла информация, просто пришла женщина, которая, по-моему, из Израиля, во всяком случае она нумеролог, которая работает по древней системе каббалистской. И она сказала, что если вы посмотрите World Wide Web, то есть WWW, вот эти 3W, равно 666, просто чтобы мы знали, на всякий случай. Вот, и это подтвердили действительно другие вещи люди, и у неё в книге это напечатано, там целая расшифровка, как она просчитала это. Нострадамус рассказывал, предсказал Саддама Хусейна, предсказал Golf War, как это по-русски, Golf War, распад России, это мы уже говорили, то есть и он сказал о том, что Земле грозит катастрофа. Это катастрофа, в Земле будет 3 антихриста, он говорил, что слово антихрист он сам не любит, но он, потому что это очень христианское понятие, но тем не менее он его использовал в том смысле, что если вы говорите, что Christ это всё хорошее, то антихрист это человек, который ничего хорошего нашей Земле не даст, да? И он сказал, что 2 антихриста уже было, это Наполеон и Гитлер, и 3 будет. Он не просто его рассказал о нём, он на самом деле описал, дал описание день рождения, где он живёт, то есть это был какой-то серый кардинал, и он рассказал о том, что этот антихрист будет, я не думаю, что он говорил про Саддама Хусейна, я не знаю, или там, или про кого-то другого, а может быть он рассказывал про вот этого, как его зовут, который на September 11, типа, взорвал в нашей башне. На самом Бен Ладен? Бен Ладен, может он его имел в виду, не знаю. Но я не дошла до этого, но во всяком случае он говорил о том, что если Земля переживёт 90-е годы, 90-е годы, то мы сможем потом войти в тысячи лет мира. Это когда будет управлять great genius, то есть очень какой-то умный человек, мы ещё к этому не пришло, но похоже, будем надеяться, давайте молиться вместе о том, что мы уже где-то в эти тысячи лет мира, потому что 90-е годы мы всё-таки прожили, мы прошли самые большие crisis, Настардамус предупреждал, даже рассказал такую вещь, как, вы помните, если что, в 2000 году у нас было выборы, когда Гор и Буш были, да, и они были абсолютно наравне шли, да, так вот он эти выборы предсказал, то есть у него в одном из катранов его есть, или как они называются, эти четверостишья, предсказание о том, что будут такие выборы, и каждый раз люди, она написала об этом в 80-е годы, и каждый раз ей люди звонили, это те выборы, это те выборы, но во всяком случае эти выборы действительно были, и на самом деле должен был выбрать, выиграть Гор, и если бы Гор действительно выиграл, может быть, действительно была бы лучше жизнь на Земле, потому что Гор всё-таки, мы не знаем, насколько он был правдив или неправдив, но тем не менее он всё-таки за окружающую среду действительно боролся, и вот для чего же всё это он рассказывает. Самое ещё, что интересное, то есть, я не знаю, знаете ли вы, все предугадывают конец света, да, то есть об этом уже много предсказаний. Причём некоторые буквально через 12 лет. Да, но некоторые уже как бы прошли, сначала 2000-й, потом 2012-й, ничего не произошло, но он, Настардамус говорил, что нет, конец, он видит, говорит, конец Земле, но не конец света, и это далеко ещё, но в то время, когда это произойдёт, то будет уже две Земли, как он рассказывал. Две Земли, если мы сегодняшнего понимания нашего мира посмотрим, то если мы послушаем даже о том, что я рассказывала, о том, что рассказывает очень много людей, о том, что мы переходим в новую эру, в новое состояние сознания, да, и он, кстати, рассказывал, Долорес, о том, что же произошло с Майя, и я об этом тоже когда-то рассказывала, о том, что Майя просто ушли, то есть они ушли с Земли, но что значит ушли с Земли, куда они ушли? Они ушли на другую Землю, то есть если, как сказал Настардамус, мы сегодня можем сказать, на другую Землю, то есть они ушли в другое измерение, то есть на ту Землю, которая уже существует, это измерение существует, и он говорит о том, что все, кто изменится, кто повышает свои, ну, это мы сегодняшним пониманием, да, можем сказать, повышает свои вибрации, развивается, эти люди уйдут до того, как произойдёт эта Земля, так же само, как ушли Майя, так же само, как исчез, вот лично по моим ощущениям, Атлантида. Кстати, про Атлантиду он тоже много рассказывал, он рассказывал о том, что Атлантида действительно начал, значит, окей, выше, давайте начнём с этого, кто такой Бог, да, по его пониманию, он говорит о том, что у него тоже нет очень много информации, то есть потому что всё-таки эта информация закрыта, но тем не менее есть такое понимание, как главный архитектор всего окружающего нас мира. Если мы смотрим «Матрицу» фильм, то мы вспомним «Главный архитектор», он тоже его там назвал, да, и у главного архитектора, то есть у Бога, есть помощники, которые с помощью божественной матрицы и пространственно-временных частиц могут создавать формы, включая живую и неживую материю. То есть вот это главный архитектор, то есть есть параллельные миры, то есть мы существуем не просто так, мы духовные сущности, и мы можем просто взять и уйти. Так вот, что сделали? И у высших сил есть такой закон невмешательства. Что значит невмешательство? У нас на Земле есть свобода воли, и свобода воли – это значит, что мы действительно можем развиваться по своему пути, но тем не менее, если что-то грозит всей галактике или всем галактикам, то они вмешиваются. И это именно тот момент, когда они вмешались, потому что Атлантида действительно имела колоссальные возможности, и развитие дальнейшей опыты Атлантиды, которые проводились в Атлантиде, могли, в принципе, я не знаю, повредить всем цивилизациям и всему международному сообществу, я хотела сказать. Которые им следовали после? Нет, нет, всем звездам, всей галактикам, понимаешь? То есть они могли разрушить всё, всё создание, не только Землю. И поэтому они вмешались. И поэтому Атлантида как бы погибла. Но то, что я лично ощущаю и видела, и то, что информация о кота, она никуда не погибла, она действительно существует, только в другом измерении. И, наверное, уже они не могут делать то, что они делают. Единственное, что он ещё интересное сказал, о том, что, то есть да, они с кристаллами работали, но они ещё сделали ошибки, они скрещивали людей с животными. И, кстати, вот то, что сегодня, бывает, есть исследование о том, как использовать гены животных, и с помощью их импланты делать, ну, части животных, да, в человеческое, это запрещено, это нельзя делать. То есть мы можем кушать мясо, мы можем есть мясо животных, но гены использовать мы не имеем права. Поэтому тоже нам могут перекрыть. Да, то есть человек и животные не должны перекрещиваться. То есть это разные энергетические составляющие. Интересно, знаешь, что он рассказал про Тунгусский метеорит. Так вот, Тунгусский метеорит, он рассказал о том, что на самом деле это был, мы же знаем о том, что в месте Тунгусского метеорита огромная радиация. И непонятно, ну, метеорит и метеорит, чего там радиация. Он говорит о том, что это был инопланетный корабль, который упал в этом месте из-за того, что в Царской России на севере где-то поставил какие-то магнитные пушки. То есть, может быть, мы что-то тоже не знали об этом. И оно сбило их с навигаторскую систему, и они упали туда. Но он говорит, что мы еще на самом деле даже не поняли, чем это нам обернется, потому что на борту этого корабля были какие-то там закрытые вещи, которые микробы там или что-то такое, которые если распространиться, то ничего хорошего нам нет. Этот вот не грозит. Ностердамус продиктовал целую карту, как смести, что произойдет с Землей. И Земля действительно, то есть конец света произойдет, нам от чего-то не грозит, это еще будет долго, но он действительно может произойти. Но может произойти он двумя вариантами. Один вариант – это быстро и плохо. То есть что произойдет? Произойдет смещение оси Земли. То есть когда угол оси Земли изменится, и полюса сместятся, мы об этом тоже много говорили в передачах, то может произойти, что произойдет? Ну, наводнение, землетрясение, вулканы, тектонические плиты будут сместяться. То есть совершенно перекроится Земля. Но это может произойти двумя способами. Если мы будем меняться, менять свое отношение к матери Земле и ко всему живому, к друг другу, то это произойдет спокойно и постепенно. То есть мы можем даже, мы заметим обязательно, почему, потому что будут катаклизмы. И они уже происходят катаклизмы, мы это прекрасно знаем. То есть землетрясение происходит там, где их не должно быть, там снег выпадает там, где его не должно быть, погода поменялась. Но тем не менее пока что это очень спокойно. И похоже на то, что все-таки людям, которые действительно вот пропагандируют хорошее добро, удалось вот такой же, как это Долорес Кеннон, которая все эти годы ездит по всему миру и рассказывает, как делать регрессии в прошлой жизни, что Нострадамус нам говорил. Она, кстати, общалась с Иисусом Христом. Я не читала еще эту книжку. То есть у нее очень много интересной, доброй, правильной информации. То есть если мы, человеки-люди, сможем изменить себя, когда мы меняем себя, я об этом говорю каждый раз, мы меняем свое прошлое, свое будущее, и мы меняем всю жизнь. Поэтому нам нужно очень менять себя для того, чтобы сохранить нашу землю. Я не думаю, что мы сможем ее сохранить в таком варианте, как мы думаем, что мы можем, но те люди, которые это сделают, души уже уйдут до того, как произойдет катаклиз с землей. То есть что значит? Уйдут куда-то в параллельный мир, наверное, то есть это тот, это то, что Настардамус хотел сказать. Он сказал, у нас есть свобода воли, мы сами программируем свое будущее, мы меняем свое будущее, и все вот эти страшные предсказания, которые я вам даю, это самый плохой вариант развития событий. И слава богу, что не сбылись те предсказания, которые, часть тех предсказаний, которые он предсказывал, потому что если бы они сбылись, то человечество уже, скорее всего, было разрушено. Очень интересно, что моя дочка, она ортодоксальная еврейка, она как-то сказала, что нам, людям, то есть у них тоже где-то это проходит, дали шанс. То есть я думаю, что вот эти, как он сказал, 90-е годы нам надо прожить, мы их прожили, и поэтому именно существует в нашем мире такое колоссальное количество людей, которые несут информацию вам, дорогие радиослушатели, и всему миру, и пожалуйста, меняйте себя, живите дружно, любите друг друга и несите любовь в этот мир. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова